В прошлом году Игорь Чагаев посетил основные сельские поселения района. В этом году глава поставил задачу добраться до отдалённых малых населённых пунктов, оценить проблемы жителей и найти пути их решения. Объезд начали с Вознесенского сельского поселения, хуторов Северный, Хачевань и посёлка Весёлый. Проблемы везде схожие. Транспортное сообщение, газификация, плохая связь и дороги, которые требуют ремонта. Дорожный фонд в этом году неплохой, я добавил туда денег. Поручение Матыченко, хотя бы ямочный ремонт, качественный, сделать дорогу от Луча до Соколикина. Беспокоят жители и перебои в электроснабжении. Старый трансформатор практически вышел из строя. У нас со светом проблема. Непосредственно северно. Да, одно название, вот по-северному. Я не знаю, да и тот хутор жалятся все. Поручения по устранению неполадок отдаются незамедлительно. Соберите, посмотрите, пусть организовано через ваших специалистов запишут все заявления Кубанэнерго с просьбой увеличить мощности до максимально возможной бесплатно. Еще одна из проблем малых сельских поселений – нехватка рабочих мест. Местные жители сетуют, что молодежь в поисках работы вынуждена покидать родное поселение. Игорь Чагаев предложил сделать акцент на самозанутисти населения, объединяться в кооперативы и включаться в программы по поддержке малого бизнеса. Подробнее об этом рассказал Борис Стрельцов, заместитель главы района по АПК. КФХ, ЛПХ нужно объединять в кооперативы, чтобы производство было не вот так, вынес, кто-то там ухватил перекупщик, отвез на рынок, чтобы они объединялись. Была хорошая камера холодильная, аккумулировали, приехали, сеть забрала, уже совершенно другая цена. Вот это наша цель, и мы действительно с удовольствием примем любого из тех, кто желает, управление сельского хозяйства, администрации Лобинского района. Расскажем, покажем. Сегодня программы какие действуют. Начинающий фермер. Финансирование до 3 миллионов рублей. При этом нужно всего 10% собственных средств. Проблем много. Представители администрации записали контакты обратившихся и пообещали по мере возможности решать вопросы. Далее делегация посетила среднюю школу номер 29 и детский сад поселка Веселый. Главе показали условия пребывания малышей в детском саду. Сделан косметический ремонт, частично закуплена новая мебель. Фотографии, уголки безопасности, грамоты. В этом году у нас две грамоты по приемке второе место и подготовка к новому году тоже второе место. Уголки безопасности. В школе главе показали учебные классы, новую котельную, теперь тут газовое отопление. Также была отмечена благоустроенная территория. Хоздвор у нас был когда-то, когда углем топили. А теперь мы решили сделать кубанский дворик. Но это мы начали делать. В планах у нас еще его расширить, немножко оборудовать. Глава района обратил внимание на ухоженный вид, чистоту и порядок как в учреждениях, так и в самом поселке. Спасибо вам за то, что вы держите это все в таком порядке. Но тем не менее, какие у вас есть проблемы, обозначайте. Все, что в моих силах, мы будем оперативно решать. Теперь у жителей появилась надежда, что их проблемы услышаны и со временем будут решены. Довольны очень. Будем надеяться, что поможет нам, чем сможет. После встречи с жителями глава поделился впечатлениями. Малый населенный пункт – это проблема всей России, в том числе и Лобинского района, что в советское время, когда были колхозы, совхозы, клубы были, более серьезное социальное обеспечение. Сейчас люди не имеют тех условий, которые они раньше видели. Но мы договорились о том, что хотя бы мелкие вопросы, где-то остановку, где-то мы с фермией проработаем, чтобы в объезд сверху встретить не кашла, пыль не пускали. Где-то детскую площадку построим, где-то несколько под программу на следующий год, как в Северном, будем делать освещение. Очень важно, чтобы люди после каждого выезда нашего в Малый населенный пункт видели какие-то положительные изменения, даже небольшие. В медицинское учреждение покрасим, побелим, несколько окон поменяем, для того, чтобы более комфортные условия были. У людей есть оптимизм, у людей есть большое желание жить. А наша задача сделать так, чтобы удержать здесь молодежь и комфортными условиями жизни, насколько это получится, ну и, конечно же, рабочими местами самое главное. Это наша задача, есть инструменты. Тяжелая работа будет большая, но я уверен, она по силам и нам, и людям вместе. Тяжелая работа будет большая, но я уверен, она по силам и нам, 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 и нам.